Сегодня мы с вами будем зарабатывать довольно-таки внушительные деньги, потому что я стал лесорубом. И моя задача, понятное дело, срубить как можно больше деревьев, чтобы заработать, видимо, себе на жизнь. Поэтому сегодня будем играть в игрушку под названием Айдол Ламберджек. С вами, как обычно, Кристаллы. Мы начинаем! Я тут встретил планету грустных котиков. И котики сказали, что не грустят, потому что вы не ставите лайки и не подписывайтесь. Поэтому, если ты хочешь, чтобы котики не грустили, то успей поставить лайк за три секунды. Три, два, один. Поздравляю! Котики больше не грустят, а тебе и респектус. Ну, а сейчас деревья я срубаю крайне медленно. Чем меньше деревьев, понятное дело, тем меньше мы с вами заработаем. Так что нужно будет обязательно себя прокачать. И это дело мы сможем себе обеспечить, когда продадим деревья, которые успели нарубить. Например, сейчас у меня уже срублено 26 деревьев. Я могу сбегать на базу и попытаться их, конечно же, продать. Давайте посмотрим, почем их возьмут. И конкретно 26 деревьев обошлось мне в 26 монет. Что же на это дело я могу сделать? Конкретно у нас здесь есть такой столик, верстак или как-то чильный камень, короче говоря, да. Можно на нем прокачать наш топор. Поэтому берем вот так вот, делаем и прокачиваем топор до третьего уровня. Теперь у нас три урона получается. Но со временем еще и оружие у нас будет меняться, насколько я знаю. Поэтому нужно будет нам еще и найти конкретно, где это новое оружие. Но со временем к нему, конечно же, придем по-любому. И взял хороший себе бонус, однако. Х2 скорости. Теперь я в два раза быстрее рублю. Тем более, что я еще и при этом стал мощнее. Теперь мы с вами гораздо быстрее будем врубать леса. Леса прям дофига себе. Посмотрите, тут просто его целая тонна нам рубить. Не перерубить просто. Но я потихонечку, понятное дело, буду идти к тому лесу. Потому что я вижу, что там еще и новое оружие у нас располагается. Там можно клинок себе взять. И клинком, наверное, будет более эффективно срубать лес. Возможно, это именно клинок... Зачарованный клинок дровосека. Давно потерянный. Возможно, именно это так работает. Короче говоря, хочу я его себе взять. Сейчас мы попытаемся к нему перерубиться. Хотя деревья другого формата, возможно, более прочные. Это я еще не знаю, но узнаем конкретно, когда уже попытаемся их рубить. Ииии... Начал я действительно бить эти синие деревья. И как я вижу, что они так быстро не разваливаются, как другие. Но при этом, смотрите-ка, эти деревья считаются другого качества. Они синенькие реально. И, возможно, за них будут нам больше платить. Что было бы очень хорошо. Потому что мне, капец, как не хватает, понятное дело, денег, чтобы прокачать себе урона. То я так буду всегда еле-еле продвигаться. Надо будет сейчас пойти и прокачать немножко себе дэмэджа. Так, и плюс еще семена собираем. Эти семена как раз-таки можно будет пробуститься неплохо. И вот у нас новый клинок. Вот такой вот появился. И выглядит он довольно-таки круто, на самом деле. Огромный такой здоровый меч. Не знаю, сколько он сильно урон нам поднимает. Но надеюсь, что вполне себе неплохо с ним нам будет. Так, и где у нас там магаз конкретно находится? Нужно будет сейчас все скинуть туда. Все, что у нас есть. Все, что мы с вами собрали. Так, забирайте, ребята. Так, воп. И 125 монет я заработал. На 125 монет сколько мы с вами сможем поднять урона? Ну, а теперь у нас 10 единиц урона. Что есть весьма неплохо. Так, и конкретно я еще могу вот такие штуки использовать. Садим семена. И можем теперь срубать деревья с какими-то новыми бустами. Ух ты, и их с два силы дает. Так, ладно, я хочу два дерева посадить. Тогда сразу посмотрим, какие бусты. И скорость, и урон увеличенные в два раза. Так, пойдем по-любому рубить тогда деревья. Потому что, если сейчас я с такими бустами туда зайду, то, наверное, проблем у меня с вырубкой даже этих мощных деревьев не будет. Поэтому сейчас будем рубить прям конкретно. О, мне нравится. И, ребята, если грамм так же зайдет, то поддержите лайками. Если набирается более 4000 лайков, то обязательно будем продолжать. Поэтому обязательно лайк поставь. И если еще не подписался на канал, то давай подписывайся, как-никак. Давайте наберем как можно больше подписчиков. Чего ты не подписываешься? Вот смотришь без подписки, вот да, постоянно мой канал в поиске находишь, вот так вот, да. Подпишись проще, и тебе не придется искать мой канал в поиске, вот. Потому что я знаю, что многие из вас в поиске находят мой канал, а не чисто на него подписаны. Ну или в рекомендации, как обычно это бывает, да. Так, ну ладно. Короче говоря, смотрите, мы уже сами срубили сотку новых деревьев. Это очень даже неплохо. Но я хочу, чтобы у нас был результат более солидный. Конкретно я бы хотел 200 деревьев срубить. Но, как я вижу, там уже появились еще новые деревья, которые будут, судя по всему, еще жестче. Но, в принципе, я думаю, что сейчас можно будет друбиться до вот этого фиолетового дерева. Одно хотя бы дерево срубить такое и посмотреть, сколько нам дадут денег за вот такое вот фиолетовое дерево. Так что погнали мы с вами на базу. Посмотрим, что нам предложат за конкретно вот это вот дело. Я думаю, что, в принципе, должно быть где-нибудь 10 монет за одну деревяшку. Ну-ка, давай-ка. 25, нифига себе. Много, я даже больше, чем я ожидал. Думал, что будет всего 10, а оказывается просто офигеть. Так, короче говоря, урон я еще раз бустанул. Очень даже неплохо. Теперь, по идее, деревья вообще всех форматов должны с одного удара выпиливаться. Действительно, вот они с одного удара у нас и выпиливаются. Я, по идее, могу, конечно, избавляться от вот этих деревьев. Но мне не так интересно их выпиливать, как вот эти фиолетовые деревья. Потому что с них как раз-таки по 25 за каждое дерево дают. Поэтому, ну, по-любому надо рубить только эти деревья. С них можно будет поднять прям много денег. Так что, рубим их. Так, и тем временем там еще какой-то бонус находится. Нужно до него прорубиться. Возможно, этот бонус облегчит нашу жизнь в разы. Так, ну-ка, что это такое? Так, телепортов артефакт нам сказали. Оу, теперь я могу домой возвращаться. Но вопрос... Одноразовый артефакт? Нет, не одноразовый. Значит, всегда могу им пользоваться. Офигенно же! Вау, хороший артефакт. Кстати, у нас еще вот такая штука есть. Я, по идее, могу прокачивать. И здесь у нас будет вмещаться дерево. Но это как бы задумано. Если бы я в игру не играл, то тут как раз бы копилась древесина. Я бы ей пользовался. Но мне это сейчас не особо-то и надо. Так, ладно, давайте я сейчас поставлю три золотых дерева. Срубим сейчас их вместе. И попытаемся взять хороших, надеюсь, бонусов. И бонусы все хорошие. Скорость Х2 как раз-таки и мощь Х2. Жалко больше Х2. У нас еще нет. Какой-нибудь Х3, Х4 был бы бонус. Это было бы просто 10 из 10. Но пока что, видимо, с таким бонусом живем. Так, но... В принципе, одного удара хватает, чтобы срубить деревья просто подчистую. Да? Мне бы какой-нибудь огромнейший клинок. Знаете, просто нереальных размеров. Чтобы он за один удар срубал пол леса. Вот это да. Но я думаю, что в желтом лесу как раз-таки мы с вами встретим этот самый новый предмет для нас. Который позволит легко вырубать больший объем. По крайней мере, может, урон поднимет. А может быть, зону поражения увеличит. Я не знаю, как конкретно у нас будет. Но надеюсь, что все будет круто. Так, стараемся пока что прорубиться через желтый лес. А он, в принципе, довольно прочный. Даже если с Х2 бустером мы рубим эти деревья. То они так легко не прорубаются, как все деревья до этого. Так что да. Лес довольно прочный. Но ничего страшного. Сейчас вот мы добудемся вот сюда. Я вижу, что там начинает немножко редеть лес. И, скорее всего, там как раз-таки какой-нибудь бонус находится. Поэтому мне интересно до тут добраться. Но, судя по всему. Хотя нет. Я, наверное, пойду обратно, когда у меня закончится Х2 бустер. Скорости будет у меня не так много. Но Х2 бустер, мне кажется, решает. Поэтому пока что его оставим. А тут вдруг в следующий раз не выпадут только скоростные бустеры. И Х2 бустер все же на урон. Это самое то. Так, и там почему-то вообще нет деревьев. Как будто бы меня там что-то совсем другое ждет. Я, по идее, могу же протиснуться через все вот эти вот деревья. Да, вот так вот могу пробежать. И там зона 2 начинается. У-у-у. Интересно. Так, что-то написано было. Так, да, видишь. А, так. Ты хочешь переместить свой дом сюда? Ну, может быть. В принципе, можно было бы, наверное. Так, и давайте хотя бы одно дерево такого формата срублю. Чтобы посмотреть, сколько оно будет стоить. А нам пока Х2 силы еще есть. А потом переместим реально сюда дом. И посмотрим, что вообще тогда получится. А такое ощущение, что я молоточки какие-то собираюсь. И здесь посмотреть. Такое ощущение, что это реально какой-то молот. Так, ну давай, срубай уже последнее дерево. Ни капец, какие прочные здесь. Ладно, мне, в принципе, достаточно трех деревьев. Чтобы понять, сколько денег это нам принесет. И перемещаем дом сюда. И какой-то старичок появился с квестом. Смотрите-ка. Но я не успел посмотреть, сколько стоили те самые деревья. Ну, ладно, окей. Весь оставшийся урон качаем. И прибавляем себе, понятное дело, много дэмэджа. Ага, вот, смотрите. Этот чувак может за эти необычные деревья давать какие-то определенные фишки. Прикольно. То есть, помимо того... Ну, то есть, это как квест у него, наверное, является. Так, ладно. Сейчас срубим вот эти большие деревья. Потом посмотрим, что у нас пойдет с магическими деревьями. Если их так можно назвать. Так, забуримся куда-нибудь прямо вглубь и посмотрим. Ну, в принципе, я бустанул урон очень даже не слабо. И деревья все равно раскладываются довольно активно. Поэтому будем считать, что не проблема для нас даже эти деревья. Хотя, если бы сейчас х2 бустер на урон был бы, это был бы совсем другой разговор. Кстати, мне повезло. Из одной семечки выпало два дерева в этот раз. Так, давай руби это золотое деревце. Мне х2 бустер на урон нужен. Во! Вот сейчас процесс пойдет прям вообще супер быстро. Потому что с этим бустером-то прям совсем все проблемы у нас решаются. Считайте, там еще какая-то лисичка в лесу лежит, я вижу. Но я сначала хочу сбегать на базу. Хочу сходить к волшебнику. Попробовать ему предложить конкретно этих ништяков. Потому что он нам реально предлагает очень даже солидные бонусы. Поэтому пойдем-ка. Сейчас вот эти вот деревья срублю, чтобы они мне не мешали. И пойдем-ка с вами поговорим с волшебником, которого нет. Он время от времени, видимо, появляется. Ну ладно, будем знать тогда. А теперь по 625 получается у нас стоит. Окей. Так, и урон я бустанул. Теперь у нас 3000 урона. С одно удара дерево рубится. О, теперь с одно удара дерево рубаешь. Шикардос вообще. Так, ну конечно у меня 6000 урона получается, а не 3000. Ну, как бы да. А сейчас вот следующие деревья у нас пойдут. Я, наверное, уже их пробивать вообще не буду. Как обычно это бывает. Так, лисичка, здорово. Что ты такой? Она зевает, она здесь спала. Здесь было норма, тут я приперся. Так, она меня любит. Окей, меня любит лисичка. А что мне это дает? Что ты как-то мне помогаешь или ты просто мой компаньон? Видимо, это просто мой компаньон. А я хочу себе новый топор скорее получить. Мне вот хочется скорее новое оружие. Но что-то пока новое оружие меня скорее не хочет. Так, ну ладно, буду с лисичкой переходить. Возможно, где-нибудь, как-нибудь она мне сможет помочь. И это было бы прикольно. Надеюсь, что в будущем целую запарку себе не соберу за спиной. Это будет выглядеть, наверное, довольно странно. Так, оп, еще семечка. Так, а можно мне буст урона? Было бы очень даже хорошо, если бы я бустанул себе урон. Потому что скорость, скорость-то у меня, конечно, хорошая. Вот урона мне не хватает конкретно. Так, там уже деревья другого формата. А сейчас срубанем вот эти вот парочку. И домой отправимся. Давайте домой. И здесь как раз-таки продаем, что успели собрать. По три тысячи за каждое дерево, за черное. Так, и плюс давайте бустим еще урон. Двадцать пятый уровень у нас почти что? Топора. Так, и погнали тогда дальше. Жалко, волшебника нет. Я бы ему продал этих деревьев. Но, к сожалению, он появляется один раз, видимо, в какой-то определенный промежуток времени. Но вот эти деревья теперь уже рубятся с одного удара. Вот то, что я и хотел. Ну, не с одного, возможно, где-нибудь с двух-трех. Но, по крайней мере, это гораздо быстрее, чем то, что было до этого. Так, дайте мне ништяки из следующего леса. Хочу узнать, что же будет в следующем лесу. Насколько же там жесткая должна быть награда. Потому что там наверняка тоже что-то довольно интересное, как мне кажется. А вот и буст урона. Так, дайте мне буст урона. Срочно все, я пошел рубить этот супер лес. Правда, настолько много ошметков, что игра подлагивает время от времени. Потому что деревья на множество кусочков разваливаются. А игрушка, судя по всему, ну не идеально оптимизирована. Так, да руби ты этот пенек-то. Ё-моё, нас не пропускает. Я хочу пробраться дальше, посмотреть, что там есть еще. Поэтому буду рубиться максимально быстро. Как говорится, хочу дойти до самого конца. Возможно, там зона 3 начнется. Возможно, я реально получу новое орудие какое-нибудь. Орудие труда нашего. Но этот лес какой-то более плотный, если так посмотреть. Здесь так просто не пройдешь. И в фиолетовом лесу, слушайте, никаких особо бонусов пока что не вижу. Там уже зеленый лес начинается. Хммм, грустненько, если такой пустой лес без всяких ништяков. Мне-то хочу что-нибудь получить себе интересного. А на деле вот приходится просто рубить лес. Это не так залипательно, как ради какого-нибудь бонуса туда стремиться, как мне кажется. Так, ладно, взяли себе вот этого. Пойдем тогда продавать. Опа, волшебник, здорово. Так, 50 этих за... Ммм... Не-е-е, невыгодно, слушай, невыгодно. Наверняка эти деревья по 15 кассари стоят. Я лучше себе сам бы установил урон. И мне будет вообще замурчательно. И тем более, что я 78 тысяч себе дэмэдж сделал. По-моему, это очень даже не слабо. Кстати, ребята, сегодня у нас кодовое слово будет. Знаете, какое сегодня у нас будет кодовое слово? Лесоруб. Поэтому пиши лесоруб, получишь у меня лайк, как-никак. Так, так что вот ты знаешь теперь, что делать. А мы тем временем попробуем сейчас еще вырубить немножко зеленого леса. Чтобы узнать, что же он в себе таит. Возможно, там... О, там, походу, новое оружие реально будет. Окей, круто, кстати. И, ребята, если еще вдруг вы каким-то образом забыли, то лайк не забудь поставить. Если ты лайки ставишь, то ролики выходят быстрее. И все дела. Как-никак, я по ним понимаю, что тебе все нравится. И можно продолжать делать то, что я делаю. Поэтому лайк обязательно ставь. И подписаться не забудь. Говорю, давайте наберем как можно больше подписчиков. Как можно больше... Как можно более быстро. Вот так вот. Так, ну вот он. Топор. Тот самый, точнее, молот. Давайте возьмем его. И он прям реально огромный. Он, судя по всему... Да, он большим радиусом обладает. Так что... Слушайте, оружие реально можно будет в будущем найти такое, которое пол леса будет вырубать чисто за один удар. И здесь у нас зона 3 начинает. Смотрите-ка. Окей, я хочу сюда переехать сразу же. И отправляем сразу все деньги туда. Прокачиваем молот еще разок. И посмотрим, какие нас деревья здесь ждут. Это у нас вот здесь снежная локация. Хочу хотя бы немножечко деревьев-то вырубить. Ну-ка, давай. Батч, батч. Ну, зона удара прям гораздо больше стала. Мне нравится. Крутой топор. Хочу, конечно, еще что-нибудь круче. Но уже в целом я и так доволен. Ну, в общем-то, ребята, если вам все понравилось, лайки, подписки не забываем. А с вами был, как обычно, Кристалл. Скоро увидимся. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok